Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Сикмил и сами я Артур Изятуллин. Ну что ж, во вторник у нас растут фондовые рынки, европейские фондовые рынки, фьючерсы на американские индексы также у нас начали сегодня день в плюс и остаются сегодня в плюс, указывая на положительное открытие американской сессии. Нужно заметить, что рост у нас не бурный, нельзя назвать, что у нас какие-то происходят активные, сверхактивные покупки, пытаются сильно выкупать коррекцию, но тем не менее у нас как индекс, так и фьючерсы, они у нас выбрались в озону, которая находится выше 3 400 пунктов. Ранее я делал вот такую вот разметку, которая, как мне тогда оказалось, оправдывает дальнейшее снижение индекса. Ну почему? Потому что у нас было несколько вот таких вот касаний, у нас пытались продавцы продавить уровень в 3 300 пунктов, а вот здесь получается 21 сентября у нас произошло это событие, индекс спустился ниже и вот предполагалось, что поддержка поменяется у нас ролями с сопротивлением и вот этот уровень некоторое время будет выступать с сопротивлением, протестируются уровни ниже, у нас отрастет вторая нога коррекция, затем уже рынки развернутся вверх, индексы развернутся вверх в соответствии со среднесрочным взглядом на американские индексы. Но произошло это намного ранее и это вот такие чудеса скалолазания, да, которые мы видим, у нас они в очередной раз показывают и доказывают, что не нужно сейчас, нельзя недооценивать склонность рынков, склонность покупателей, их, будем так говорить, покупательскую такую базуку, да, заряд их покупательский, который готов выкупать коррекции, который склонный сейчас игнорировать риски, несмотря на то, что вот отрастающая нога вот здесь коррекция, она угрожала дальше вот продавить и технически тоже были сигналы на это. Но вот не получилось это сделать, здесь покупатель у нас перехватывает инициативу и появляется возможность у нас увидеть продолжительный рост, потому что вот смена настроения у нас все-таки, как мне кажется, произошла в краткосрочной перспективе и рост должен еще чуть продолжиться. Вот, по индексу доллара мы получили очень важные новости вчера, очень неожиданно, я бы даже так сказал. Ну, во-первых, да, прорвался он у нас через кордон в 94 пункта, да, коснулся он у нас отметки в 94.25 вчера и как бы интересно, почему это произошло, откуда такой вот бурный рост, к нему такой интерес покупателей. Так вот, вашему вниманию я хочу представить вот такую вот статью, которая вышла вчера, это комментарии представителя ФРС Эванса, ну, участник, один из чиновников ФРС, который вот формирует политики, он вот заявляет, что вот новый план ФРС, который вот, новое таргетирование инфляции и т.д. и т.п., значит, он у нас предполагает, он у нас, точнее, допускает повышение ставки до достижения инфляции 2%. То есть, мы очень слышали много заявлений, комментариев от чиновников, мы увидели их ожидания по ставкам, которые предполагают, что ставка будет сохраняться в текущем диапазоне, ну, около 0, до конца 2023 года. И сейчас вот такой вот немножечко шаг назад, вот такой маневр от представителя ФРС, он вот говорит, что да, у нас есть ожидания, да, мы предполагаем, что ставки будут на низком уровне, но если что-то начнет происходить, такое, что потребует повышения ставки, мы ждать не будем, мы ставку будем повышать. И также, если вот вчитаться в эту статью, почитать, что еще говорит Эванс, значит, и вторым интересным замечанием стало то, что ФРС пока еще не знает, что вот такое средняя инфляция, да, они еще не определили даже, что такое средняя инфляция, будет ли они ее усреднять, будет ли это чисто концептуальным понятием и т.д. То есть, очень еще все непросто и неочевидно оказывается с этим, с нулевыми ставками, с снижением ставок. Если возникнут обстоятельства, которые потребуют повышения ставки ФРС, это пойдет, это сделает, и ожидания могут сразу быстренько измениться. Вот поэтому у нас вот такая вот реакция здесь с доллара произошла, он почувствовал, да, интерес покупателей, потому что вот политика ФРС, заявление ФРС, позиция, которая постепенно уточняется, она вот на самом деле нам показывает, что не все так плохо для доллара, как предполагалось ранее, да, не будет у нас ФРС быть, не будет у нас белой вороны по сравнению с другими центральными банками, которые ничего такого не говорили, что мы ждем вечно нулевые ставки или там мы ждем длительное время нулевые ставки. Как бы да, немножко запутанно он выразил, получается, новую эту концепцию, но вот выясняется с подачи вот этого чиновника, с его комментариев, да, что если нужно, они начнут повышать ставку, если появится для этого условие, это может произойти. Соответственно, мы видим укрепление доллара, и на мой взгляд, он уже начинает у нас присматриваться к уровню следующего, который находится на уровне 94,50. Здесь он у нас не отмечен, но уровень 94,50, я думаю, является разумной целью сейчас для доллара, с учетом того, что он набирает вот здесь импульс, набирает некоторый момент, протестировать у него эту зону получится, как раз таки потому, что с позиции ФРС совершенно еще ничего не ясно. По европейской экономике вышел ряд у нас позитивных, условно-позитивных данных сегодня. Это, значит, данные по индексам, индексы производственной и непроизводственной активности. По непроизводственной активности нам индексы четко показали сегодня, что постепенно Европа начинает ощущать на себе, экономика начинает ощущать на себе меры, которые были введены недавно, ужесточение карантина. Там рост новых случаев, начали вводиться какие-то новые ограничения, постепенно в сентябре чувствуют на себе это бизнес, сферу, прежде всего она получает удар, сделают ей, прежде всего, подножку. И вот, пожалуйста, видим по еврозоне от агентства Маркит сферу услуг индекс активности, предварительные данные за сентябрь. Пожалуйста, у нас больше половины участников видят и рассчитывают, что чуть-чуть у нас ухудшается как текущее состояние, так и ожидания по восприятию респондентов. И поэтому у нас индекс снизился ниже отметки в 50 пунктов, ниже разделительные черты. Сфера услуг у нас сильно росла, когда смягчали карантин. Сейчас она начинает сдавать, сбавляет оборот, как видим, когда карантин ужесточает. Есть чувствительность, она прослеживается. Пожалуйста, Европа, она уже начинает страдать от этих карантинных мер, что начинает и проявляться в данных. Производственный сектор у нас сначала тормозил, начал набирать потом обороты. По инерции сейчас он двигается вверх. Ускорение мы видим в активности в производственном секторе по еврозоне. Оправдал он более чем оправдал ожидания, как видим. Вырос у нас индекс, но нужно отметить, что евро у нас остается более чувствительным к индексу услуг прежде всего. Потому что большая часть экономики это потребление, поэтому все, что с потреблением связано, конечно же, связано с компаниями, которые предлагают продукты для того, чтобы потребители пользовались, потребляли эти продукты. Собственно, от этого зависят их прибыли, и эти данные становятся таким тревожным звоночком, что если хромает потребление, то уже и прибыли компании, выручка компании будет не такая... Темпы роста выручки уже не будут такими, возможно, радужными, позитивными в сентябре, как это было летом. Поэтому стоит задуматься, а есть ли перспектива у нас в Европе, в европейских активах, и евро у нас немного страдает от вот таких вот опасений. Поэтому к данным по потреблению нужно присматриваться. Они очень важны для экономики и важны для евро. А что еще вот по этим данным? У нас респонденты, они указали, что ковид, заболеваемость, рост числа заболеваемости, он оказывает негативное влияние на бизнес. Это ощущается, это вот более такое очевидное, четкое свидетельство того, что на бизнесе отражается, пока еще и отражается происходящее с этим ковидом, рост заболеваемости, который у нас наблюдается в еврозоне. Все это чувствует компания. Нужно заметить, что синхронно, ну грубо говоря, синхронно с этим у нас также по Великобритании замедляется, получается, сфера услуг. Пожалуйста, замедление активности происходит не такой сильное, как в еврозоне, но все-таки оно есть, как мы видим. Продолжает расти производственный сектор. Как в Европе, так и в Великобритании страдает у нас сфера услуг, индекс активности. Это подтверждает то, что ослабевает там активность. Докладывают компании об этом. И вот конкретно по Великобритании добавляется к этому всему, да, к некоторым проблемам в потреблении, добавляется еще следующая проблема. Это более жесткий карантин, более жесткие меры, которые были приняты в Великобритании. Они вступили в силу во вторник. Бары и рестораны закрываются у нас в 10, получается, вечера там. Правительство, которое вроде там доплачивало потребителям, чтобы они там ходили в рестораны, быстренько все это свернули. Теперь к тому же правительство рекомендует офисным работникам работать из дома. Снова вот этот тренд work from home. Снова сотрудники у нас будут сидеть дома. Снова удар по экономической активности, по пассажирским перевозкам, по потреблению вне дома, да, по покупкам вне дома. Поэтому, естественно, не может это оставаться, не может фунт оставаться в стороне от этих страхов. Он на это реагирует. Мы видим, что по предыдущей нашей цели, которую мы обсуждали, это тест уровня 1.27, вы можете ознакомиться с моим предыдущим обзором, мы обсуждали, да, почему это может случиться. И вот к этому всему еще добавляется у нас, по Brexit понятно, вот эти есть опасения, то, что без сделки выйдет. Сейчас вот еще новый карантин получается у нас. Что еще? Отчет Market, да, который вот сегодня, на который мы смотрели, по нему дополнительный апдейт в отчете, да, дополнительная информация, которая там приводилась, это то, что ожидается увеличение у нас безработицы в Великобритании. При этом Центральный банк у нас также подтверждает, что безработицы у нас в Великобритании вырастут к зиме. Приблизительная оценка, это с 4,5%, которая вот безработица была вот летом, вот, получается, июля-август. Вырастет она до 7,1% ближе к зиме. Опасения безработицы, замедление потребительского компонента в ВП ослаблениях, мы видим, да, который здесь наблюдается. Все это давит на фунт. Бывает здесь небольшая попытка прорваться, вот, ну вот, да, вот этот тренд, который у нас тянется, это еще вот Brexit получается, да, рост вероятности того, что у нас будет Brexit без сделки, он снижается. Тут что-то в парламенте решает позитивное по Brexit, небольшая попытка роста. Пробивает у нас этот тренд, и фунт у нас снова отправляется ниже, поэтому базовым сценарием, на мой взгляд, является дальнейшее снижение после отскока. Я здесь выделил уровень 1,27731. От него, скорее всего, фунт сможет оттолкнуться или после небольшого пробоя. Посмотреть вот ниже цели, я вот здесь отметил цель в 1,26, да. Предыдущая цель, как я уже сказал, это тест уровня 1,27, она была достигнута, но и все равно базовый сценарий, на мой взгляд, по фунту остается негативным. Еще к этому добавляется, да, у нас индекс доллара, у нас усиление произошло, позиция по ФРС меняется, пока непонятно, что же там будет, что же у нас будет делать ФРС. Это дополнительная в паре фунт-доллар, это у нас дополнительный получается аргумент в пользу снижения, поэтому я попробовал рассмотреть на большем откате вот здесь продажи фунта против доллара, потому что пока вот этот нисходящий тренд у нас не сломлен, нужно что-то протестировать ниже, я думаю, чтобы найти какое-то дно, и вот удобной целью пока для фунта остается тест уровня 1,26. Я думаю, он остается, является привлекательным, остается привлекательным для тех, кто находится в позиции. Вот. Что еще? Сегодня важным отчетом у нас остается индекс производственной активности в США, и вот в совокупности, получается, мы получаем по Великобритании производственную активность, получаем по еврозоне производственную активность, теперь еще и по США что-то будет, скорее всего, тоже будет рост, опережающий рост. И в целом, как мы видим, у нас, вот если, да, с высоты птичевого полета мы смотрим на то, что у нас происходит с производственным сектором. Растет он у нас, происходит в развитых экономиках, в ускорении роста производственного сектора, естественно, положительно, это очень позитивное изменение. Почему? Потому что сектор у нас производственный после рецессии, после спада не сразу начинает расти, но потому что там есть, ну, более, более долгосрочным, да, будем так говорить, является этот бизнес, вот этот цикл производства продуктов и так далее. Он более долгосрочный, чем в сфере оказания услуг, где услуга оказана и все, поэтому сфера услуг более чувствительна, сильнее адаптируется. Производственный сектор более тяжел на подъем, менее чувствительный, но вот когда, если мы наблюдаем рост, он будет более устойчивым к каким-то колебаниям. И если будет, конечно, рост, в целом это говорит, естественно, об экономическом подъеме, о позитивной истории для фондовых рынков. Это, естественно, будет поддерживать их, потому что важно, чтобы в производственном секторе у нас не было депрессии, а был подъем. Вот, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. Если вам понравилось это видео, если вы считаете, что оно оказалось для вас полезным, пожалуйста, не скупитесь на лайк. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Торгуйте в профит.